Мы приехали на абсолютно пустой, абсолютно пустой склон. Мы сегодня приехали в Грибановку покататься. Сегодня среда, никого на склоне нет. Я надеюсь, получится хороший обзор. Состояние склона сегодня просто замечательное. Появились новые трамплины. Довольно узкий спуск вообще в целом. Но эти виды это то, за что я люблю Грибановку. Хочется просто сидеть наверху и наслаждаться окружающей природой. А вот там фалаза. Можно сказать, это такой пробник горнолыжного курорта. Потому что горка одна. И сложность вы можете выбирать только высотой спуска, на котором съезжаете с подъемника. Очень маленькая бутиковая горнолыжка. Да, этот выход совсем не для новичков. Как хочет. И не для таких старичков, как... Ужа! Ужаимся! Поэтому надо быть аккуратней. И рассчитывать правильно твои силы. На самой горе много интересных мест, где можно проехать или подпрыгнуть. Склон каждый раз прекрасно ратрачат и снег здесь лежит вплоть до конца апреля. Наверное, склон не подойдет тем, кто желает рисовать ровные размашистые дуги или устанавливать рекорды скорости. Хоть руководство базы и заявляет, что длина самого склона равна 700 метров, на самом деле мои подсчеты по спутниковым снимкам. В Google и Яндекс.Картах говорят, что длина непосредственно спуска занимает 550, максимум 600 метров. Но и при такой длине склона его рельеф не дает заскучать при очередном спуске. Ну вот, подъемник вроде разогнался. Будем подниматься и я засеку время, сколько мы едем до первого выката, до второго и до третьего. Первый выкат у нас детский и для самых новичков. Обычно все катаются со второго. На третьем выкате уже пострашнее, посложнее и без хорошей подготовки я бы не советовал туда лезть, если вы не хотите просто спускаться пешком или в режиме бульдозера. Да, такая скорость подъема точно не для новичков и в принципе я бы здесь не советовал учиться пользоваться подъемником. Но для тех, кто хорошо катается, только на руку быстрее можно подняться, больше раз спуститься. Вот минута 15 до первого выката. Здесь в лесу множество накатанных тропинок. Можно покататься там, можно на ту сторону уехать. Я видел, ребята катаются и выше по лесу, здесь вот прямо между кустов. Я, честно говоря, не рискну, но иметь такую возможность здесь это прекрасно. В отличие от кометы, которая под Владивостоком, у которой даже маленький кусочек леса между трассами закрыт ограждением. Дорога сюда занимает около полтора часа, если ехать из Владивостока, получается около 130 километров. Практически до самой базы есть асфальт, может быть последний километр только проходит по грунтовой. Ехать комфортно, дорога хорошая, асфальт пока еще целый. Так, второй выкат, две минуты. Приближаемся к пятой опоре. Ну, на такой скорости мы хорошо идем. Ну вот, 2.40. 2.40 занимает подъем на подъемнике. Ну что, вообном будем съехать? Вот про эти тропинки, спиночки я говорил. Вот здесь когда-то был старт. Здесь когда-то можно было заехать прямо туда на базу. Тут вот нам следует поберечься с неджиохода. Здесь на дороге много камней, не стоит ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коротко о том, что есть на базе. У нас здесь есть прокат, подъемник, домик. На первом этаже вот этого домика есть общее помещение. Там столовая. Можно посидеть, переодеться. Мангальные зоны. Можно взять в аренду, пожарить шашлык и посидеть. Их, конечно, немного. И они вот примерно в таком виде. Дальше мы идем ко второму домику. Здесь тоже так же примерно все устроено. На первом этаже общее помещение. На втором гостиничные номера. Сейчас закрыто, я не покажу. Господа, пожалуйста, поднимайтесь попарно, когда большая очередь. И заранее договаривайтесь, кто первый отпускает куки. После обеда, кстати, здесь начинается ветерок. Примерно ближе к трем часам, к вечеру начинает холодать. Освещения здесь нет, к сожалению. Буквально пару слов о ценовой политике. Ценовая политика здесь высокая. Так, абонемент в будний день стоит 1800 рублей. А выходные его в принципе не существует. Только подъем 100 рублей. И это дорого. Ссылку на сайт прибантов. И в целом я добавлю в описании. В общем, цены высокие. За вами здесь не будут бегать. Здесь ненавязчивый сервис. Но зато здесь вокруг горы. Здесь лес. Здесь не ловит телефон. Здесь интересно скататься. Здесь интересно прыгать. Здесь интересно заезжать в лес. Но если вы хотите поехать на шашлыки куда-то с компанией, лучше выбрать какое-то другое место. Здесь нет негде особо даже где покататься на горке. Здесь нет тюбинговой трассы. Как бы там ни было, Грибановка это моя первая снежная любовь. Здесь я научился. И мне очень приятно сюда возвращаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если видос понравился, подпишитесь. Пожалуйста. Мне это очень важно. И поставьте лайк. Мне это тоже очень важно. Подпишитесь и поставьте лайк. И отпишитесь от всех остальных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!